Может быть не такое короткое, но и не такое длинное, как вот Катя Брава, вообще просто молодцы, насколько отличное выступление, да? Все фотографировали, я надеюсь, что все фотографировали. Я хочу сказать, что вы-то меня наверняка все знаете как у флэнд-лидера, я очень надеюсь, что я в этом качестве тоже состоялась. Но я хочу с вами поделиться ощущениями от вот моей восьмимесячной онлайн работы, да, то есть что вот собственно говоря происходит и приманить вас, приманить вас, да, не то что сказать все идите, а так приманить, как девки могут приманить вот всех онлайн. Я про себя расскажу, а вы подумайте про себя. У меня онлайн появился в тот момент, ну конечно, когда Ева родилась, понятно, потому что нет особой возможности выезжать, хотя я-то, конечно, могу, потому что у меня есть мой папа, который мне помогает. Но тем не менее, конечно, хочется быть дома, ближе с ребенком. Это я, это я или работаю, видимо работаю. А, это Аня, кто? Это Питер. А, это Питер. Думаю, кто слил такую фотографию вообще частную просто? Хорошо. Прочно. Было такое. Мы работаем, правда, это был Питер. Я давайте вот расскажу, чем меня привлекло. Ева родилась, нужно было быть чуть больше дома. И второй момент, вы знаете, может быть у вас так было. Вот ты приходишь на обучение, то есть ты проводишь обучение, как вырасти там куда-нибудь, приходят одни и те же люди на это обучение. И так пятый год. И они не выросли, люди-то эти, но они приходят. Они хорошие, очень хорошие, а потому что они тебя любят, а ты любишь их. И вот так происходит достаточно долго. И, в общем-то, это гармония. Но единственный минус – мало денег у всех. И у тех, которые приходят выступать, и у тех, которые приходят слушать. Вот такой момент у меня был, связанный с офлайном, который как-то меня немного, знаете, вот что-то я чувствую, что-то не то. А еще такой момент, связанный с вот моей тоже работой в офлайн. Знаете как, как-то что-то приходилось много объяснять людям, которые потом, ну, что ли, не делали в этом направлении. И все время объясняла, и все время убеждала. Вот знаете, онлайн для меня, вот я думаю, что Оля Лагазина сейчас не даст соврать, мы ехали когда из Валенсии, долго эту тему обсуждали. Они, надо сказать, и Оля, и мой муж, они мне говорили, да что это ваш онлайн, когда тут вот мы такие родные, обнимемся, поцелуемся, бизнес сделаем. Но у меня вот меня тянуло все равно в этом направлении. И появилась возможность выбора очень большая. То есть, вот если у меня человек не приходит на встречу, мой ключевой партнер, да, ну там на скайп, например, или куда он там не пришел, то я открываю компьютер, как правильно сказала Аня Шестернева, и рекрутирую нового прекрасного человека. То есть, я прям спокойно, знаете, не переживаю ни на раз вообще, что кто-то не пришел. Да не хай человек занимает своим делами. Ну, если ему не так надо. То есть, тот человек, которому не очень надо, сразу высеивается. Ну, то есть, он куда-то просеивается, и это так прекрасно. А, недавно сможем, абсолютно, это же очень, вы знаете людей, в которых вы вложили уже, я волнуюсь сказать, сколько лет. Я не буду даже произносить эти цифры. И это хорошие люди, и это очень хорошие люди. Но только они бизнес делать не хотят. Но они, в общем, их любят по-человечески. И продолжаем любить, но в зоне уже вне общения. Еще важный момент, время. Я думаю, что вы про время все поняли. Что касается онлайн, я думаю, вот девочки сейчас, они все мне подтвердят, кто ощутил, что время. Ну, я работая, может быть, я как-то не совсем так работала оффлайн, но времени у меня было всегда завалом. Куда бы только ни сходили, и кофе попить 8 раз в день, и, в общем, как хочешь, и всегда было время. А сейчас настолько вот азарт, настолько азарт достижения целей, настолько команда сумасшедшая, энергичная, что времени... Только на одну чашку кофе. Только на одну чашку кофе. По сколько ты сказала? Одну чашку кофе в день. В день, все-таки в день, конечно. Ну, Наташа Бестетворцева знает, что есть принципы еще успешной девушки, не только успешного лидера. И мы их, конечно, не нарушаем в нашем онлайн-проекте. Одну чашку кофе в день можно, с планшетом в руках, пожалуйста, в кофейне. Получайте удовольствие, конечно. Поэтому, вот вспоминайте, да, свою оффлайн-работу. И сейчас время... Вот мы с Жорой сидели, разговаривали. Жора – это мой муж, я думаю, что многие его знают. И мы вот как бы в своем общении поняли, я думаю, что все это давно поняли, что время – это самый-самый-самый ценный ресурс. Ничего важнее времени, не деньги, казалось бы. Время. Вот в нашем бизнесе время. И поэтому вот это трепетное отношение ко времени, оно позволяет спокойно пропускать всех, кто не отвечает на ваши сообщения, спокойно вообще не реагировать, если человек не пришел навстречу, а просто продолжать делать то дело, которое вы считаете, приведет вас к тому результату и к тому уровню жизни, о котором мечтаете вы. Вот вы, вот необыкновенные люди. Понимаете? Поэтому для меня, конечно, онлайн вот связан с другой энергией внутренней, очень совпадающей с моей сейчас энергией, которая живет у меня внутри. Я вас очень зову онлайн. И я хочу сказать, что еще важно, что сложилась команда. Я думаю, что вот девчонки меня сейчас поддерживают, да. Вот сложилась команда очень амбициозная, очень молодая. Молодая, имею в виду, ну и физически как-то так вышла. И знаете, как и по мечтам, по скорости движения, по готовности быстро все делать. Я, честно говоря, сначала даже немного от скорости так, потому что, например, вот Аня Кирдянова, это наш такой вот бессменный вдохновитель в нашей команде, она, например, в 11 часов или в 12 ночи объявляет планерку срочную, командную. Все на планерку, быстро, суперидея. Я такая спать собираюсь. Думаю, ну думаю, что им, они дурные, завтра посмотрю. Пошла там зубы чищу, стою, а сама нервничаю. Ну понимаете, а вот суперидея, а я буду ночью спать, а может мне ночью уже что-то делать надо, важное, важное. И я бриллианту быстрее закрою, понимаете, да? И я, естественно, что делаю? Я Ане пишу, Ань, что за суперидея? Она говорит, ты что, не в курсе? Чего-то нет. Значит, присылают ролик на 10 минут. Он, естественно, ну как люди, мы впечатлительные, да? Естественно, мы же мечтающие, впечатлительные. Он меня вдохновляет. Я начинаю всей команде пол первого писать. Люди, срочно, планерка, замечание, друзья, скорее. Кто заснул, будите своих. У кого есть телефоны, пишем, звоним. То есть, вот понимаете, вот это вот очень тоже важно. И я хочу сказать, что это никто не испытывает от этого, ну, дискомфорта. Это вот такое, по-хорошему, студенческое, когда вы все время обучаетесь, состояние. Поэтому я, ну, очень всех приманиваю в онлайн. Как вам приятно позваться. Я сейчас хочу представить человека. Это моя гордость. Это моя песня той жизни оффлайновской. И это директор, на которого можно опереться в любой ситуации. И это человек, который так сопротивлялся моему онлайну. Как только еще вот больше, только Ольга Газина. Ну, я точно знаю, что сейчас вот Таня на выступлении. Вот сейчас, а есть, ребята же, в этом зале люди, которые, ну, оффлайн. Например, оффлайн. Только оффлайн. А оффлайн и онлайн чуть-чуть. А кто в переходном периоде? Господи, кто все? Ладно. Хорошо. Вот сейчас вам очень поможет это выступление. Потому что вот мы встанем, когда решали, какое должно быть выступление, мы подумали, что оно должно вам помочь перестроить свою работу. Помочь вам максимально, вот какие вам начальные навыки нужны. Потому что я думаю, что когда вы слушали Катю и слушали про вот все программы обрабатывающие, прочитали, то у некоторых я слышала «Ропщиц-зал». Понимаете, там, боже мой, иностранные слова, что будем делать? Сливаем воду. Поэтому сейчас выйдет Таня. Она вам поможет. Встречайте, пожалуйста. Директор Галлова.